Жильцы практически каждого дома в Запорожье сталкиваются с теми или иными коммунальными проблемами. Ситуация в сфере ЖКХ в ближайшие годы вряд ли изменится, поэтому ситуацию нужно брать в свои руки, считают героем следующего сюжета. Об их примере расскажет наш корреспондент. К кооперативному дому 153А по улице Черевная 42 года. Когда только вселялись, были молодыми и инициативными, вспоминают жильцы, но с годами энтузиазм угас. В доме вместе с домом мы постарели, у нас не было, ну знаете, как говорят, жизнь засасывает людей. Не было вот этой, понимаете, искры. Я говорила, что нужно влить молодость, дать возможность молодым почувствовать себя хозяевами. Год назад коллектив жильцов возглавила Марина, и их настрой изменился кардинально. За это время устранили протекание крыши в районе машинного отделения, избавились от ряда проблем с отоплением, поставили лавочки, организовали футбольное поле. А победив в конкурсе среди дворов, выиграли деньги и потратили их на создание детской площадки. Но самый главный повод для гордости – это пышные клумбы с альпийскими горками и изысканными цветами. За свои деньги приобрели землю, песок, бут, растения и закипела работа. Это малышня была, капушня, и та носила ведерками этот песок, в чем участвовали многие. Несмотря на старость, сделали такую красоту. Все, кто проходит, ой, какая красота, какая красота. Трудно лишь начать, говорят жильцы. А потом оказывается, что создать уют в доме и вокруг него не очень-то и сложно. Как говорится, с мира по нитке, так и с каждого чуть-чуть, что-то тот помог, тот сделал, тот принес, тот купил, тот подкрасил. И с каждого понемножку и получается вот такая красота. Кстати, бросается в глаза граница между этим домом и соседним, пребывающим в коммунальной собственности. Разбитая дорога, отсутствие клумб, лавочек, поврежденные ступеньки – в общем, стандартная картина ожидания работы от коммунальных служб. При этом за содержание в кооперативном доме платят меньше, чем в коммунальном – 2,25 за квадрат. Потому что мы эти деньги сами рассчитываем. И на общем собрании мы принимаем смету на следующий год. По результатам расходов, например, предыдущего года, просчитано и закладываем, что мы хотим еще сделать на следующий год, когда будет опять сезон, там весна, лето. Посчитали, посмотрели. Получается, сколько будет с квадратного метра денежка. Все я озвучиваю людям, они говорят, да, мы согласны, мы будем столько платить. Уже привыкли все делать самостоятельно и уверены, что все получится, говорят жильцы. Но все же надеются получить когда-нибудь финансовую помощь от государства. Продолжение следует... Продолжение следует...